Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. А я иду за своей посылкой в наше почтовое отделение. Иду по берегу нашей реки. Наслаждаюсь красивыми видами, воздухом и в предвкушении большой-большой радости. А вот и посылочка. Вот так каждое утро я прогуливаюсь по берегу нашей речки. И недалеко от этого места находится наше почтовое отделение. Забрав посылочку и придя домой, я конечно же открыла, посмотрела, потрогала пряжу. И вот сейчас вечером снимаю для вас видео, чтобы показать и рассказать, какую пряжу я в этот раз для себя заказала. Конечно, абсолютно новая пряжа, новых артикулов, новых составов, с которыми я еще ни разу не работала. В этот раз я решила себя немножко побаловать, порадовать. И заказать бобинную пряжу более дорогих составов. Вообще я, как вязальщица, очень любопытна в пряже. Мне всегда очень интересно какая-то новая пряжа. Как она выглядит в полотне, в каком-либо узоре, в лицевой глади. Как после ВТО себя ведет пряжа. Комфортно, приятно. То есть вот это все мне очень всегда интересно. И если выдается возможность поработать с какой-то новой пряжей, я всегда за дело беру с большим удовольствием. И сейчас мы с вами развернемся к столу. Я вам покажу, какую пряжу я заказала. Расскажу о составе каждой пряжи. Ну и примерно для чего я заказывала. Конечно, все может меняться. Но заказывая пряжу, у меня все-таки были какие-то задумки на ту или иную пряжу. Давайте посмотрим. Итальянская бобинная пряжа, конечно же, зарекомендовала себя на рынке пряжи уже давным-давно. Именно по своему качеству. И те, кто пробовал итальянскую бобинную пряжу, те уже имеют представление. Некоторые вообще отказались от моточной пряжи. И стараются приобретать только вот именно итальянскую бобинную. Поэтому здесь пряжу, которую я заказывала в этот раз. Это пряжа очень известных брендов. В некоторых даже, так скажем, подтекстах я видела, что эту пряжу называют пряжа премиум класса. Началось все с артикула Биа Джоли Модеста. Посмотрев свою подружку Ирочку, она вообще эксперт в бобинной пряже. Вяжет из разных составов. Как-то в разговоре с ней, она мне говорила о том, что Биа Джоли Модеста – это одна из самых лучших фабрик по производству пряжи. Ну, тут я решила тоже посмотреть, что это за Биа Джоли Модеста, что это за пряжа. И первая пряжа, которую я стала искать, это именно пряжа Биа Джоли Модеста. Первую бобинку, которую я заказала, это была вот эта бобинка. Магазин размотал пряжу на неродные конусы. Здесь все конусы абсолютно я проверила. Не с этих бобин. Вообще, в магазине стоит цена, что отмот на конус стоит 20 рублей, по-моему. Но сколько бы я ни заказывалась, мне ни разу не брали деньги за конусы. Видимо, есть в остатках, и поэтому они наматывают на те конусы, что у них есть. Значит, эта пряжа называется Кэш-10. Здесь 10% кашемир, 90% ягненок. В 100 граммах, 1500 метров. Ниточка. Вот такая нить. Она тонкая. Но меня никогда не смущает тонкая нить. У меня есть моталка, и я перематываю в то количество нитей, которое мне нужно. Когда не было моталки, я перематывала вручную клубочки. Вот даже первая, и вот я достала именно эту пряжу. Она очень мягкая и приятная. И даже вот на этом пластиковом конусе видно, насколько пряжа мягкая. Небольшой пушок виднеется у пряжи. Но я думаю, что после стирки здесь будет пуха гораздо больше. Возможно, кто-то скажет, что нужно было бы связать образец и показать. Я не вижу образцы. Меня не научили просто вязать по образцам. Я пробовала, вязала, пыталась высчитывать, но ничего они мне не дают. А в бобинной пряжи тем более. Потому что пряжа абсолютно разная до, после ВТО. И какой нужно связать образец из бобинной пряжи, чтобы понять хотя бы что-то. Но и так как пряжа дорогая, Вот вы знаете, у меня просто рука не поднимется потратить даже немножко пряжи. Поэтому вы уж те, кто любит рассматривать образцы, извините меня. Я сегодня показываю просто пряжу и рассказываю свои ощущения. А что уже будет получаться, я, конечно же, буду более подробно рассказывать, когда буду показывать свои изделия. Вот на мой взгляд, данную пряжу можно вязать как в две нити. Потому что здесь в составе ягненок. И я думаю, что ягненок после ВТО будет раскрываться достаточно сильно. В две, в три нити максимум. Мне даже кажется, что в три нити может быть даже много. Очень мягкая, очень приятная. На эту пряжу у меня не было никаких мыслей. Мне просто я увидела, что по очень привлекательной цене. И поэтому я взяла, чтобы у меня был цвет серый. Так и называется. Не помню, говорила или нет. Вторая пряжа этого же производителя. Биаджоли Модеста. Зирмат. Здесь в составе 10% кашемир. 60% ягненок. 30% вискоза. В 100 граммах 1200 метров. Ниточка здесь совершенно другая. Она имеет хорошую скрутку. И здесь уже никакого пушка на пряжа не виднеется. Если вот эту пряжу сравнивать по ощущениям с этой, то здесь колоссальная разница. Эта пряжа более плотная. В ней нет такой мягкости. Хотя я думаю, что после стирки эта пряжа будет тоже выглядеть абсолютно по-другому. Цвет называется лаванда. Вот здесь, я думаю, тоже в 2 или в 3 нити. Какой-то такой, знаете, джемпер. Легенький джемпер. Ну как легенький. Он будет тонкий и теплый. Вот такая вот пряжа. Цвет очень красивый, нежный. Нежно-нежно-сиреневый. Сейчас меня очень сильно привлекает пушистая пряжа. Я совершенно недавно поработала с пряжей моточной от Дропс, Браштальпака, Силк. И уже давно я хочу попробовать связать себе или блузочку, или джемпер типа паутинки. Вот именно из такого хорошего кидмохера. Не мохера, а кидмохера. И я заказала именно с этой целью. Да, вот эту пряжу я заказывала себе на джемпер. А вот эту либо на блузочку, либо джемпер паутинка. Значит, эта пряжа артикул Каза Дел Филата. Фокус. Цвет пудра в составе 42%. Нет, я путаю. Это не этот, я вам говорю. Это Филати Ричо, Даллас. Здесь в составе 50% супер кидмохер. 20% меринос. И 30% па. 950 метров в 100 граммах. Цвет пудра. Вот такая вот нить. Вот здесь можно видеть, какой пушок. Он действительно очень большой такой. Я честно скажу, я никогда не работала с пряжей кидмохер. Никогда. И вообще никакого понятия даже не имею, как эта пряжа будет выглядеть в спицах, как после стирки. Ну, вообще, как бы я брала, чтобы вязать в одну нить. Это однозначно. Потому что, посмотрите, какой пух здесь. Я думаю, что после стирки будет очень даже. Мы посмотрим. По ощущениям, немножко, как бы слегка. Вот от этого может быть шнурочка какая-то. Плотность идет. Но я думаю, что она будет мягкая. Это пряжа. А потом, чаще всего, бобинки, они обработанные. И после стирки, когда смывается вот этот вот обработанный состав, пряжа очень себя по-другому ведет. Ну, пух вообще. Следующая пряжа. Каза де филата или дель филата фокус. Вот в этой пряжи 42% кид мохер, 51% па, 7% люрекс. В 100 граммах 2100 метров. Если, конечно, сравнивать вот этот мохер и вот этот мохер, то я про это даже бы не подумала, что это мохер. Но был образец показан на сайте. И там видно, что пряжа пушистая. Сейчас, кстати, провожу тоже чувствую, что пряжа пушистая. Вот слегка, вот здесь можно видеть вот этот пух. Я думаю, что после стирки он паяется. Но он не такой объемный, вот этот вот пушок, как в другой пряжи. Называется черное, черный с золотом. Это пряжа. Ниточка тонкая. Ее либо смешивать с какой-то другой нитью. Либо вязать, например, в две, в три. Вот так, конечно, в нити никакого пушка не виднеется. Вот в бобинке можно этот пух видеть. Красивая пряжа, переливающаяся. Люблю я, конечно, люблю что-то с блестками. Интересная пряжа. И последний артикул, который я заказала, это Зегнобаруфа. Известная тоже итальянская фабрика. Это Ангора 40. Здесь в составе 40% Ангора. 40% Ягненок Суперфайн. 20% Полиамид. В 100 граммах 533 метра. Цвет латте. И также было обозначено бежевый. Я взяла немного. Это пряжа дорогая. Даже она как бы по распродаже, но пряжа дорогая. Вот такая вот нить. Видно пушочек. Я думаю, что после стирки она будет очень раскрываться. Здесь в составе, я вот так вот посмотрела, 3 ниточки. Вязать в одну нить однозначно. Вот такие вот 3 ниточки. Скрученные между собой. И если посмотреть на бобинки, вот видно, что пух есть. После стирки однозначно будет очень пушистая. А может и не очень. Но я думаю, что хорошо раскроется. И вот, наверное, даже эту тонкую нить нужно вязать где-нибудь на четверке. Я так думаю. Хочу какой-то аксессуар себе связать на зимний период. Какой пока еще не придумала. Буду что-то думать. Может быть головной убор с митингами. Может быть еще что-то. Даже честно сказать, я заказывала, чтобы вот эту пряжу, возможно, ну как бы были такие мысли, вот с этой смешать. Но когда я увидела эту пряжу, нет. Она сама по себе будет вполне хорошо, даже чересчур хорошо себя вести. А эта пряжа сама по себе тоже прекрасно будет выглядеть. Ну и что-то тепленькое на грядущие холода. Думаю, вполне. Тем более цвет такой ко всему подходит. Светлый беж. Вот такие вот покупочки я совершила. Порадовала себя. Хотела заказать пряжу моточную. Но бобинная перевесила. Потому что думаю, ну вот раз выдалась возможность, надо заказать моточную. Она никуда не денется. И мне нужно заказать моточную. Потому что проект есть, который нужно завершить. Ну и как бы еще у меня есть мысль. Но это чуть попозже. Потому что я тоже просматриваю. А пока порадуюсь своей посылочке с бобинной пряжей. Большое спасибо всем, кто был со мной. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.